В эти дни по всей стране развернулись молодежные инновационные площадки региональных этапов республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Ежегодный масштабный проект, который объединяет талантливых молодых людей со всех уголков страны, в эти дни набирает обороты в регионах. Среди проектов, представленных участниками в Новополоцке, как никогда актуальные предложения по сдерживанию коронавируса. Проект Владислава Королева, кстати, стал победителем. Суть моего проекта состоит в том, чтобы автоматизировать систему проветривания, чтобы окно могло само открываться, само закрываться, когда нужно. То есть система состоит из датчиков, как наружных, так и внутренних. Если конкретно, то два термодатчика. Один датчик изнутри, который инфракрасный, он видит людей. Так он инфракрасный, он реагирует только на тепловые объекты, то есть там человек, собака, кошка. Также включается система кварцевания, когда никого нет в помещении. Чтобы дезинфицировать воздух. Более чем из 20 претендентов в финал вышло 8 представителей молодежи, а победили двое, в том числе молодой ученый Юлия Булавка. Интересные есть, очень интересные идеи. Видно, что ребята болеют за свое дело. Где-то переживают, где-то волнуются, где-то, скажем так, с честью и достоинством пытаются отстоять свои идеи. Хотя мы задаем такие провокационные порой вопросы. Есть интересные идеи. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы они где-то нашли свое применение в нашей жизни, где-то на производстве.